Женский финал норвежка Ахаук выиграла лыжный марафон на 30 километров на ЧМ, россиянки не попали в десятку лучших. 2 марта 2019 года, 21-1 Владимир Зайвы на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зельфельде прошел женский марафонский забег на 30 километров. Победу в заключительной лыжной гонке турнира уверенно одержала норвежка Тереза Ахаук, выигравшая третью золотую медаль этих соревнований. Второе место заняла лидер Кубка мира Ингвильд Флукстадт Эстберг из Норвегии, а третий стал юная шведка Фрида Карлсон. Лучшей среди россиянок стала Анастасия Седова, финишировавшая 14-й. В лыжных гонках есть одна дисциплина, которую спортсмены хоть и очень сильно любят, но соревнуются в ней редко. Это марафоны на 30 километров у женщин и 50 километров у мужчин. Дело в том, что их просто не включают в календарь Кубка мира, потому что график соревнований чересчур плотный. Но из программы чемпионата мира самое тяжелое испытание для лыжников никуда не исчезает. Вот и на первенстве мира в австрийском Зефельде марафонские забеги, как обычно, должны были стать украшением турнира, поэтому медали в них разыгрывались в заключительные два дня соревнований. Женщины вышли на трассу в субботу, 2 марта, а мужчины стартуют в воскресенье. Правда в этом году женский марафон оказался в целом небогат на громкие имена. Само собой, его не собирали избежать такие любительницы спринта, как шведка Майя Дальквист, норвежка Майкин Касперсен Фала или Надинни Фендрих из Швейцарии. Среди тех, кто мог бы себя проявить на дистанции, в стартовом протоколе также отсутствовали россиянки Наталья Непляева и Юлия Белорукова, которые заранее отказались бежать 30 километров, также по теме. До разборок в финишном створе не дошло, что говорили спортсмены после мужской эстафеты, иначеем по лыжным видам спорта сборная России по лыжным гонкам не смогла одолеть норвежцев в мужской эстафете на чемпионате мира и завоевала серебряные медали. Вместо них российскую команду представили Анастасия Седова, Анна Нечаевская, Мария Стамина и Елена Соболева. Все они специализируются на коньковом ходе, так что претендовать если не на медали, то на попадание в первую десятку вполне могли. На подиум же надеялись прежде всего спортсменки из Норвегии и Швеции. Норвежки, потому что два года назад, когда Терезая Хаук еще отбывала дисквалификацию, они заняли четыре первых места в аналогичной гонке. Шведки, потому что они уже собрали все командное золото Зефельда и заждались личных побед. Но пока на дистанции находится Ахаук, другим сложно всерьез рассчитывать на золото. Норвежка уже выиграла две личные гонки в Зефельде, 10 километров классика и 15 километровый скейтлон, и нацеливалась на третий триумф. Юэхаук прекрасно знает, как побеждать в марафонах. Она уже побеждала на этих дистанциях в 2011 и 2015 годах. А три раза чемпионками мира на 30 километровке до сегодняшнего дня остановились только Марит Бьорген и нынешний президент Федерации лыжных гонок России Елена Вильбе. Юэхаук быстро показала, что готова присоединиться к их компании. 30-летняя норвежка практически сразу после старта возглавила пилотан, а уже на 5-километровой отсечке убежала от соперниц. Причем если в скейтлоне некоторым девушкам еще удавалось некоторое время преследовать Юэхаук, то в этот раз никто ее не держал. Остальные предпочли вести более реальную борьбу за серебро и бронзу. Если вынести Юэхаук за скобки, то женский марафон стал напоминать проходивший в драматичной борьбе мужской скейтлон, большая группа спортсменок, которую только из-за норвежки нельзя было назвать лидерской, постепенно теряла одного фаворита за другим. Рано откололись сфинка Кристо Пермякаски, выигравшая серебро в 30-ти километровке на Олимпиаде в Пхенчхане, и шведка Шарлотта Кала. Пермякаски сумела накатить на второй половине дистанции, но к тому времени пилотан уже размежевался и потерял целостность. Также по теме 20 лет гегемонии Россия уступила Норвегии в мужской эстафете на ЧМ по лыжным видам спорта. Россиянам не удалось опередить норвежцев в мужской эстафете на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зефельде. Скандинавы одержали. На 20-м километре Хаук имела стабильные 43-45 секунд преимущество над шведкой Фридой Карлсон, норвежкой Ингвильд Флукстадт Эстберг и американкой Джессикой Диггенс, которая была так жарко на дистанции, что она вышла на старт в шортах и майке. Однако довольно оригинальный для зимних соревнований костюм не помог американке, и за 7,5 километра до финиша она потеряла шансы на медаль. В итоге в гонке сохранилась единственная интрига, сумеет ли шведская юниорка выиграть еще одно личное серебро или отдаст его более опытной норвежке. Опыт все-таки взял верх над молодостью, Эстберг незадолго до финиша ушла в отрыв и вскоре оказалась в объятиях у Ехаук, давно ждавшей подругу по команде за финишной чертой. Для Эстберга это серебро стало пятой медалью текущего чемпионата мира, до нее столько наград с одного турнира привозили только Бьорген, Вильбей и Финка Мори Матикайнен. Карлсон же могла по праву гордиться своей бронзой, она стала самым молодым призером марафона с тех пор, как в 2007 году на пьедестал почета поднялась тогда еще 18-летняя Ехаук. Российские спортсменки за первую десятку так и не зацепились. Седова стала лучшей среди представительниц отечественной сборной с 14-м результатом, Нечаевская пришла к финишу 17-й, Соболева и Эстамина расположились в конце третьего десятка. В воскресенье чемпионат мира закроется мужским марафоном, в котором за Россию не побегут Сергей Устюгов и Александр Большунов. Продолжение следует...